всем здравствуйте с вами на связи елене я приветствую вас на своем канале для тех кто попал случайно на мой канал скажу сразу что если у вас появится желание оставить комментарии я комментарии не читаю но если что-то очень важно вы хотите мне написать передать в разделе сообщества под последним постом вы можете оставлять свой комментарий либо написать мне на почту или в директ инстаграма мои контакты есть в описании к этому видео и так что сегодня мы с вами будем рассматривать я не знала как а точно назвать назвать этот расклад который мы сегодня с вами будем делать назвала его абстрактно компа спутника мы в нем вам рассматривать пять вопросов вопросы взяты из консультацию которую я проводила некоторое время назад они не очень понравились и мне показалось что будет очень интересный общий расклад на эту тему и так у нас три позиции первая вторая и третья голубой красный и зеленый камешек тайм-кода есть в описании к видео можете ставить на паузу выбирать да и помните что вы всегда можете отрегулировать скорость прослушивания а мы с вами сразу непосредственно приступаем позиции номер один голубенький камешек и первый вопрос звучит следующим образом что я завершаю на данный момент момент который момент просмотра этого расклада что вы завершаете знаете здесь какая-то работа непосредственно с вашей душой какие-то внутренние процессы которые у вас происходили возможно вы как-то работали со своими иллюзиями до состояниями состоянием души здесь идет завершение по работе именно с состоянием когда вы либо работали с темной стороной отдельно до либо работали со светлой стороной но это и другое в принципе являлась иллюзией и вот сейчас ощущение того что вы завершили вот этот вот процесс глубокой работы над самим собой может быть чистки это может быть самопознание но очень глубокий какой-то процесс когда мы стараемся разобраться со своей душой до понять внутри себя что я хочу как я хочу именно вот этот вот зов который присутствует ощущение того что мне что-то хочется глубоко но я четко не могу это уловить и не могу определить и вот здесь вот вы как будто бы очень глубоко копали внутрь себя и при этом параллельно прорабатывали знаете с одной стороны внутри себя да что вот этот вот внутренний мир да как будто бы здесь идет очищение может быть чистки кто-то проводил до вашей вашей души от всего лишнего всего наносного а с другой стороны это помогло вам расширить ваше сознание чтобы увидеть что-то помимо того что вы уже знали что вы уже умели здесь не то чтобы пересмотр своей жизни а здесь вы как будто бы посмотрели вглубь себя так как в зеркало увидели свои темные стороны здесь было понимание принятия именно своих темных сторон и светлых одновременно то есть я не разделяю здесь нету разделения именно на темных и светлых то есть на добро или на зло а именно вот познание души такое достаточно обширной до которой есть микс вот этих вот двух сил двух энергий вы углубились в себя но вот именно вот в этой глубине параллельно она вам давала как-то вот и расширение вашего сознания то есть вы вроде бы работали над собой на тем чем вы наполнены что есть внутри вас где какие обманы есть да где есть какой-то вот что-то чужое да здесь вы как будто бы отсекали все не ваше да все какое-то вот наносное как будто бы старались докопаться прям вот до костей до самого корня до самого источника внутри себя очень глубоко копали и вот это вот это вот работа до в процессе погружения она отсекала то есть вы больше понимали сколько лишнего не вашего существует вашей жизни и вот через эту работу вы как будто бы смогли по-новому посмотреть на жизнь взгляды поменялись не потому что вы убеждение как-то меняли дали бы делали переоценку ценности нет а вот узнавая именно себя вот через это узнавание через это погружение у вас менялись взгляды это был очень важный момент вашей жизни да когда вот произошло некое такое обнуление это знаете когда ныряешь воду и не сразу всплываешь а доходишь до самого дна а потом отталкиваешься и вот от того что вы оттолкнулись вас будто бы автоматически выбрасывает само то есть вы уже меньше энергии прикладываете чтобы всплыть да то есть вы не идете как будто бы против а вас выбрасывает потом волна именно поток скорее всего на поверхность вот здесь вот было нечто такое что причем вы это делали осознанно вы делали это с благодарностью да здесь возможно был какой-то период когда вы оказались в том моменте когда у вас уже ничего не было да то есть вот какое-то полное опустошение полное обнуление было то ли вы это делали специально осознанно то ли с вами случилось и как следствие вы начали вот эту вот проводите работу именно работа с вашим состоянием с вашей душой и вот этот вот процесс он у вас завершился не то что завершается он у вас завершился вас пер произошел вот этот вот переход в нечто новое то есть вы шагнули вы рискнули пойти вот в эту бездну вы как будто бы доверились тому чего вас манила знаете это такое ощущение когда вы как будто вы слышите голос внутри вас который вам говорит что вот нужно это сделать и здесь не возникает сомнения что это за голос почему я его слышу а вы как-то вот доверяете до закрытыми глазами вы просто шагаете вот в эту неизвестность да вот в эту бездну и мы вам кажется что это какое-то сумасшествие да не может быть такого что ну вот почему я делаю то что я делаю то есть это нету а логического объяснения но у вас есть вот это вот внутреннее присутствует внутреннее доверие а тому процессу который происходит этот процесс он а индивидуальный он ваш личный не кто-то вам говорит что нужно сделать понимаете это ваше желание причем желание не от головы а это внутреннее ощущение что я хочу мне для чего-то это нужно пускай я пока не понимаю для чего и что с этим потом делать но я это хочу вот здесь вот какое-то вот слепое доверие присутствует и здесь произошло уже завершение вы как будто бы находитесь на на стыке да что-то завершилось и сразу открылась то есть одна дверь закрылась и автоматически другая открылась что благодаря этому придет вашу жизнь давайте посмотрим новые знания новые знания и перемены вашу жизнь придут новые знания непосредственно связаны с доверием с доверием к практике к действию да то есть не просто те знания которые вы получаете да что-то читаете что-то изучаете где-то может быть как-то понимаете а у вас появится желание того что я хочу еще это и попробовать вот даже не просто попробовать а вот как я уже сказала вот это вот слепая вера в действие я очень много изучаю я очень много а что-то там понимаю рассуждаю и мне уже хочется вот с этим что-то сделать да то есть не просто получая знания а вот как-то улучшить свою жизнь таким образом чтобы вот все чему все эти наработки да все эти знания которые я получил я их уже хочу применять я уже хочу увидеть результат своих каких-то действий то есть все что я изучаю я хочу использовать и применять уже на практике и мне даже становится очень любопытно а как дальше моя жизнь будет меняться то есть она что придет вашу жизнь перемены придут но перемены придут ним не откуда в это свыше а перемены придут от того что вы начинаете как-то действовать по-другому на основе того что вы уже чему вы уже научены да то что вы уже знаете здесь утром вот желание применять да здесь желание уже получение каких-то вот именно материальных подтверждений может быть денег может быть подарков может быть вот какие-то конкретные действия то есть уже здесь закончил вот этот вот процесс когда мне чего-то не хочу не хватает я хочу понять я хочу это узнать нет здесь знание которое нужно сразу применять на практику на практике что придет к вам внутренняя во-первых уверенность вот это вот состояние некой такой знаете вот полноценности что ли что вот я целостный человек да что у меня уже все есть мне уже не надо ничего приобретать не надо ничего добавлять не надо ничего изучать а у меня уже все есть и я вот и с тем что у меня уже есть я чувствую себя уверенно да я чувствую что я могу получить абсолютно все что я хочу я я взращиваю то что мне необходимо в себе да я готова уже к переменам здесь есть вот какая-то забота если мы говорим о женщинах да то здесь какое-то вот понимание того насколько классно и здорово именно быть женщиной ощущение вот этой вот энергии женской когда ты можешь наслаждаться жизнью но именно в женском теле не в мужском когда тебе нужно что-то действовать да как-то добиваться реализовываться проявлять себя нет а здесь более такие женские энергии они не пассивные они активные но здесь вот эта активность она какая-то более мягкая приятная комфортная удобная то есть не надо кому-то что-то доказывать а вот я это знаю у меня от этого хорошо то есть мне не надо кого-то там убеждать не надо кому-то что-то показывать вот все что я знаю я этим пользуюсь и мне хорошо я нахожусь внутри себя мой мир это моя вселенная в этой вселенной я делаю абсолютно все что хочу и вот это вот удовольствие и наслаждение собой вот к этим состоянием вы придете что изменилось вас вы стали более целенаправлены вы стали более целенаправлены потому что стали управлять уже вот этими вот своими энергиями до принятия я и я дачи как будто бы знаете вот у вас есть понимание двойственности этого мира то есть мы начали с аркана звезды в данной колоде до эпического таро она здесь изображает вот этого двойственность умения видеть красоту во всем и именно в свете увидеть какие-то негативные аспекты да то есть смотреть на мир таким каким он есть и понимать что любой твой взгляд это проекция твоего внутреннего состояния и вот здесь вот вы изменилась вас понимание того что когда я ставлю какую-то себе цель либо если я что-то хочу я не не расплескиваю свою энергию на что попало а я ее концентрирую и направляю именно на на получение того что я хочу на реализацию какой-то своей цели до достижения каких-то своих желаний ощущение того что вот вы как будто бы встали на какой-то свой путь и вас с этого пути избить уже ну нереально невозможно почему потому что ваше эго уже не цепляет да а если и происходит что-то что каким-то образом зацепит ваше ваше эго и вызовет вас на эмоции да вы уже будете ну сможете вернуться уже на свой путь то есть вы уже отслеживаете здесь ощущение того что вы изменились стали как-то более осознанным человеком да вы уже как будто бы понимаете всю игру в которую вы играете вы уже понимаете те ситуации которые с вами происходят здесь как так какое-то вот очень взросление произошло да и причем вот это вот взросление оно полечет за собой не то чтобы какой-то вот новый этап да как вот мы ходим по кругу нет а здесь оно принесет как будто бы больше мудрости и удовольствие причем удовольствие не чем-то таким глобальным масштабным а именно удовольствием не знаю в каких-то мелочах каких-то деталях да как будто бы вот у вас знаете глаза откроется и вы начинаете замечать то что вы не замечали то есть допустим если раньше проходили и не обращали внимание там я не знаю на деревья либо на цветы то сейчас вы как-то вот другим другим взглядом смотрите на вещи и вот то как вы смотрите она дает вам больше внутреннего какого-то спокойствия да то есть вас уже не раздражает что-то вы уже не реагируете резко на какие-то вещи на какие-то ситуации а вы изменились контекст того что вы просто идете по своему пути да и и все что на этом пути происходит вы как наблюдатель да вы не реагируете вы просто как наблюдатель идете увидели камень кей камень-камень перешагнули пошли дальше раньше бы вы как-то вот среагировали а почему этот камень от ли чего он мне нужен что он означает то есть вот какие-то такие моменты а сейчас нет вы идете по своему пути кто-то вас откликнул посмотрели мне не понравилось да тот человек от который меня допустим кликнул я иду дальше то есть вас уже нельзя сбить со своего пути вы изменились таким образом что сейчас вы как будто бы пишите свою историю да то есть вы стали более ответственны за свою жизнь вы стали более понимающими что ли как происходит в вашей жизни какие-то моменты да и и в сейчас вот как будто бы здесь знаете какой-то переходный момент вот когда вам говорят есть вариативность да и вы выбираете из тех возможных вариантов развертывания вашего будущего самые наилучшие то есть раньше возможно вы выбрали тот который есть больше уроков больше сложности трудности каких-то сценариев а сейчас у вас нету уже вот это вот рвение что-то познать дополнительно пройти какие-то уроки да может быть жесткие но при этом вы выходили из них более мудрее а сейчас уже нету желание проходить уроки сейчас уже есть желание наслаждаться жизнью здесь вот какая-то взрослая достаточно позиция и вы понимаете что а зачем мне прикладывать кучу усилий до распространяя свою энергию когда там я не знаю кому-то что-то доказывать что-то объяснять когда я могу выбрать тот путь которым не будет комфортно да если я желаю чтобы он был в одиночестве окей я буду в одиночку идти по этому пути если я хочу на какой-то в какой-то период иметь какую-то компанию до себе вот как и странника она у меня будет уже нету привязанности к людям вы просто проживаете вот здесь как-то так и то что вы проживаете вы не то чтобы предугадываете а вы выбираете как будто вы выбираете самое лучшее из возможных вариантов вот что изменилось ваше внутреннее состояние изменилось что стоит учесть вам на данный момент стоит учесть ваши какие-то судьбоносные моменты да во первых непосредственно это будет связано с семьей каким-то образом возможно что-то будет связано с вашим прошлым здесь вот как будто бы нужно еще какая-то проработка что-то минимальное осталось касательно то что должно уйти но касается возможно здесь как-то вашего недоверия да по отношению либо к миру то есть вот здесь вот есть чувство до какой-то вот недостаточности что ли некого такого внутреннего вашего дефицита это может быть дефицит общения причем не просто общение а здесь у вас избирательное общение вам нужен человек для души вам нужен человек с которым вы могли бы разделять что-то но здесь осталось вот это вот еще иллюзия что мне чего-то не хватает да иллюзия того что вот кто-то мне должен что-то дать да со мной поделиться вот как будто либо кого-то не хватает либо чего-то вам не хватает вот этот вот внутренний дефицит вы должны его учесть потому что это какая-то вот какое-то остаточное явление которое должно завершиться то есть именно вот вы доросли до понимания что вы создаете как-то свою жизнь до через выбор но в какие-то моменты возможно будут какие-то откаты не то чтобы проверочные здесь просто нужно что-то завершить что-то до докончить какие-то вот ваши мысли убеждения которые вас ограничивают и это каким-то образом связано с коммуникацией с другими людьми может быть вам кажется что вам недостаточно знаний либо каких-то вот недостаточно опыта и вы обращаетесь периодически за мнением других людей и вот здесь вот это вот должно завершиться ваша опора на мнение других людей либо ваше желание что-то уточнять спрашивать мнение других людей здесь понимаете здесь карта с одной стороны она говорит о тюрьме в вашей голове да в ваших мыслях тех ограничений которые есть с другой стороны вам говорят наоборот что-то очень важное сокровенное то что значимо для вас держите при себе то есть как будто бы с одной стороны вам рекомендуют открываться миру да быть в доверии не закрываться с другой стороны вам говорят что-то очень важное действительно ценное держите при себе то есть не то чтобы не открываетесь людям а здесь скорее всего выбирайте вот какой-то фильтр надо ставить да кому вы открываете что вы говорите чем вы делитесь потому что с одной стороны вам кажется что у вас чего-то не хватает есть какой-то дефицит какая-то потребность и вы ее хотите закрыть с помощью других людей может быть это какое-то ваше самоутверждение в чем-то вы еще недостаточно уверены где-то еще не обрели какую-то опору а с другой стороны вам говорят что это ловушка вашего ума и вот это вот последнее то что должно быть завершено не знаю насколько вы понимаете то о чем я говорю и последний вопрос да на что вам нужно обратить сейчас внимание над чем вы очень долгое время работали сейчас придет момент когда вы будете собирать плоды своего урожая то есть не не распыляться а ощущение того что очень скоро будет момент когда до завершение завершение чего-то когда вот знаете чувство будто вы всю жизнь над чем-то работали чему-то стремились чему-то шли и вот наконец-таки наступил момент что то что вы хотели то о чем вы мечтали она уже есть в вашей жизни и отвечая на вопрос на что обратить внимание надо это заметить то есть почему потому что здесь есть ощущение того что вы все время ориентированы на достижение чего-то и как будто бы пропускаете мимо результаты своих достижений что вы уже во многом достигли того чего хотели а вы не видите этого и вот здесь вам говорят о том как раз таки чтобы вы обратили внимание то над чем вы работали какие сложности возможно задача решали и вот сейчас пришло время получать результаты сейчас как будто бы наступила карта колода фантазийная такая достаточно момент какой-то магический момент когда да когда вот наступила пора жатвы жатвы вот когда то что вы хотели да в начале я когда говорила вот именно получение каких-то материальных вещей да то что можно потрогать то что можно пощупать ощутить но сейчас наступил этот момент и вам нужно отмечать для себя как можно чаще чего вы уже достигли что вы уже имеете здесь очень важно почему-то вам обращать внимание на это потому что надо радоваться вот вам не хватает какой-то радости в силу того что опыт был может быть достаточно долгий и богатый на всевозможные эмоции и вы как будто бы знаете разучились как-то радоваться разделять с кем-то вот это вот удовольствие да наслаждение как-то либо крайности у вас были либо вы отдаете все всю себя либо наоборот держите все в себе то есть вы не умеете как-то вот дозированно с кем-то может быть общаться да что-то говорить причем избирательно говорить то что важно и очень ценно для вас держать при себе для того чтобы она обретала силу внутри вас а вы как будто бы знаете вот что-то очень ценное было в вашей жизни вы сразу об этом говорили и тем самым она теряла значимости силу внутри вас и вы ощущали некую такую опустошенность и тем самым как будто бы сливали свою энергию вам очень важно вот то что я говорила осталось вот это остаточное явление когда вы получаете подтверждение от других людей от социума своих собственных достижений и вот поэтому мнение друзей близкого вам окружения да коллег единомышленников оно для вас очень-очень важно вы как будто бы самоутверждаете за счет этого и это вот остаточное да что было и оно должно уйти и поэтому пока вы не получите подтверждение извне вы себе этот навык не выработали умение замечать того чего вы уже достигли вот такая вот у нас была первая позиция благодарю вас за внимание мы с вами переходим позицию номер два и красненькому камешку и начинаем с первого вопроса который звучит следующим образом что я завершаю сейчас что я сейчас совершаю вы выстраиваете канал своим высшим я самим собой высшими силами называйте это как хотите с небесами кто во что верит вы как будто бы работали на тем чтобы находиться именно в контакте в контакте с чем-то светлым контакте с чем-то важным значимым вы хотели получить ответы на какие-то свои вопросы что как происходит да вы завершаете вас сейчас видимо либо наладился контакт либо вы хотели этот контакт этот канал с высшими силами как-то создать понять научиться понимать и слышать ответы для себя на свои собственные вопросы возможно кто-то допустим если использовал молитвы вам важно было увидеть результат своих молитв да то есть через какие-то знаки уметь их считывать допустим мы просим о чем-то да либо мы благодарим кого-то за что-то и нам важно понять услышаны мы или нет и мы это понимаем через какие-то знаки вокруг нас и вот здесь вот вы как будто бы изучали вот этот вот язык знаков да язык бессознательных символов и здесь была вот эта вот коммуникация да с чем-то выше вас больше вас светлее вас значими вас понимаете как хотите и может быть какие-то знания да кто-то чему-то учился но если на более бытовыми формате да то здесь может быть кто-то изучал иностранные языки прям вот прямое было желание до учительства либо кто-то искал здесь наставника себе но не из той страны где вы находитесь а вот именно как-то наставника с другой стороны да с другой религией возможно до вероисповедания либо каких-то других иных понятий до отличных от вас здесь акцент был направлен именно на коммуникацию на понимание чего-то непонятного вам ранее неизвестного вам ранее здесь была какая-то разница между вами и тем объектом это может быть человек это могут быть знания что вы изучали и была какая-то вот стена может быть это даже человек между вами и другим человеком не было понимание и вот вы может быть здесь была такая ситуация когда вы хотели понять о чем думает другой человек да допустим и кто-то пошел обучаться психологии для того чтобы понять мышление другого человека да но здесь вот какое-то не недопонимание было на здесь у нас происходит связь с высшими силами и это все возвращается именно к знанию к наставничеству пониманию вот скорее всего здесь вы сейчас я уточню да вы здесь очень много работали да здесь даже в какой-то момент устали было перез перегрузка как каких-то знаний информации и вы как будто бы поняли что все хватит надо как-то немножко отдохнуть то есть недостаточно только чтобы я во что-то вкладывался если допустим здесь тема взаимоотношений здесь нужно понимать что и другие стороны они тоже должны как-то вкладываться то есть союз он всегда валентин то есть двух сторон должны мы прикладывать какие-то усилия если здесь вопрос касается взаимо межличностных каких-то отношениях вот этот вот момент да вы завершаете что благодаря этому придет принятие какого-то решения да вы как будто бы откроете для себя правду откроете для себя как истину вот видимо то что вы старались наладить как-то контакт достучаться до ваших до высших сил здесь вы к этому приходите здесь я не знаю может быть произошла какая-то инициация у вас кто-то что-то сделал и вот вы наладили контакт вы как будто бы вышли в информационное поле то есть те знания которые вы хотели получить вы нашли способ как это можно сделать причем способ он не темный он светлый вам откроются какие-то тайны вам откроются те знания которые вы хотели если кто-то искал ответы на свои вопросы вы найдете но здесь вопрос возникает что то что возможно вы услышите одно может быть как любая истина двухсторонняя то есть с одной стороны она может ранить а с другой стороны она может исцелить но здесь больше идет про исцеление здесь вы получите ответы на те вопросы которые вы ждали вы долгое время что-то ждали и думали об этом да думали в какой-то момент вы устали от этого до какой-то момент у вас было такое ощущение что вы уже не можете избавиться от этой навязчивой какой-то мысли что она уже управляет мной не я здесь какой-то очень важный вопрос для себя вы хотели понять и ответ придет если вы интересовались от ответ придет что изменится во мне делать изменится ваше состояние изменится ваше состояние если раньше вы были в какой-то пассивности то сейчас вы примите решение двигаться вы поймете что просто быть дайте вот в состоянии того что ожидать что меня кто-то полюбит что на меня обратят внимание да что что-то здесь будет это уже не работает то есть если вы хотите что-то иметь вот какие-то состояния да вам нужно пойти взять их то есть вот здесь к вам придет вот это вот понимание что нужно идти и брать уже то что вы хотите не ждать когда это к вам придет вы как будто бы знаете здесь научились отражать людям словесно как зеркало то что они вам посылают то есть возможно раньше вы были человеком который просто принимал и где-то замалчивал сейчас в результате того что вы получите какие-то ответы вот знаете как будто бы способы решения да какие-то знания как можно решить задачу здесь у вас появляется такое новое какое-то состояние когда вы становитесь неким таким эхом для другого человека который возможно вам причиняя причиняя да либо причинил либо здесь вот какое-то взаимодействие с людьми которые острые на язык и раньше вы как будто бы молчали а сейчас здесь вот какая ха то есть то что вам говорят а вы это и возвращаете другому человеку да как эхом и реакция людей на вас она изменится вы будете больше получать от этого удовольствия люди будут больше удивляться глядя на вас то есть вот я не ожидал от тебя такого поступка я не ожидал от себя такого действия 2 у вас появится больше какой-то знаете внутренней уверенности но не жесткой такой и надменный здесь чувство как будто бы вы научились разговаривать с людьми причем раньше вам не свойственно был какой-то сарказм а сейчас вы как будто бы научились высмеивать что ли людей знаете какая-то надменность но не со всеми а вот именно с теми кто с вами давайте скажем так обращался не очень хорошо и не очень корректно раньше возможно вас это ранило а сейчас вы как будто бы знаете стали глыбы льда и вот человек все что он посылал вашу сторону ударяясь вот об этот лед он отлетает наоборот это от вас да вот как эхо и слышится такой знаете вот надменный смех такая вот улыбка очень холодная презренная что типа ты не ожидал да что я на это способна то есть ты меня считал кем-то низшим ну вот смотри как знаете вот как будто бы вы стали каким-то бумерангом для других людей здесь то над чем вы вот как-то долго время что-то оставляли до были вот в каком-то застое вот сейчас вот этот вот механизм он как будто бы запускается он начинает работать как будто бы вспоминаете внутри себя что вам когда-то приносило удовольствие снова вы себя возрождаете вот акцент понимаете больше на себя вы не обращаете внимание на других людей хотя если допустим они к вам приходят с мечом не то чтобы вы начинаете воевать с ними нет а вы умеете очень четко им показать как зеркало отразить их внутренних демонов и при этом то есть ну соверши вот этот поступок вы дальше не 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 входите вот игру которую вам предлагают а вы фокусируетесь на своих задачах на то у вас акцент больше не на травмы боли которые у вас были вы это анализировали а здесь акцент больше на то что приносит вам удовольствие то что вас наполняет вы как будто бы двигаетесь по жизни и вот именно из состояния того что вам нравится ощущение как будто вы знаете есть какие-то запыленные где-то уже паутина есть на каких-то шестерен когда вашего механизма и они долгое время не работали и сейчас вы как будто бы и смазали и они вот со скрипом медленно начинает работать для того чтобы запустить весь ваш механизм заново но это не то что что-то новое а это то что вам известно где-то вы как-то оставили это в прошлом а сейчас и она вам когда-то приносил удовольствие а сейчас вы запускаете вы как будто бы запускаете ту часть себя которая вас наполняла который вас радовало возможно это будет какие-то хобби воспоминания каких-то мест может быть книги какие-то вы будете читать фильмы как будто бы идет вот пересмотр но не не прошлого а то что вас наполняло ваше состояние если говорить одним словом да изменится ваше состояние что стоит учесть что вам стоит учесть что момент когда вы перетягивали одеяло друг на друга при взаимодействии с другими людьми и желаниями может быть да с идеями какими-то вот этот момент он уже завершился то есть меня вы уже как будто бы больше получаете удовольствие находясь спокойном состоянии нежели как-то перетягиваем вот этот вот канат на себя да когда вы хотели быть правдам прав но правильным чтобы правда была на вашей стороне либо вот вот какая-то вот борьба была и в конечном итоге вы осознали то что смысл тянуть что-то на себя то есть но если вы тянете на себя будет конечно же ответная реакция до что другой человек да либо ситуация она будет перетягивать эту всю ситуацию на себя и будет вот это вот акцент будет не на то чтобы получить изобилие который вы хотите акцент и уже идет на какую-то вот борьбу да кто кто выиграет кто получит больше и вот здесь вот у вас это понимание приходит вам надо научиться смещать фокус внимания с процесса а именно на на состояние что иногда нужно как-то вы знаете абстрагироваться от чего-то да то есть если что-то ситуация не работает либо как-то вот я не могу договориться с человеком лучше вовремя оставить эту ситуацию и заняться чем-то другим тем что вас наполни да то есть не боятся это делать брать вот эту вот дистанцию да как-то быть более умнее что ли то есть вопрос не в борьбе а вопрос именно в том что вы потом после этого переживаете как-то волнуете на чистоту вашего состояния вам стоит обратить внимание и на ваше эго вот с одной стороны вы когда находитесь спокойном состоянии вы как раз таки умеете слышать себя вот эту вот свою душу до были гармонии и вам это состояние нравится а в другой момент когда начинается вот это вот борьба вы осознаете того или не да вы включаете свое эго и вот ваше эго она ранит вас то есть ваше эго ранит вас самих не кто-то а вы сами своим эго когда как-то ревностно чему-то относитесь да когда может быть проявляете где-то силу свою власть надменность все качества эгоизма до который находится в солнечном сплетении вот солнце проявления 3 чакры вот здесь вот это все оно идет как раз таки в противорез вашей гармонии здесь вот ощущение того что вам нужно знаете вот обратить внимание на известную на известное выражение что вы хотите хотите быть счастливыми либо хотите быть правыми то есть иногда надо и уступить иногда надо ну закрыть на что-то глаза не потому что вы от этого станете там хуже либо лучше вы сохраните свое внутреннее спокойствие вам нужно акцент делать больше на внутреннее ваше состояние спокойствие потому что она вот когда вы находитесь вы же просили связь с высшими силами просили контакт и именно вот в этом состоянии спокойствия вы выходите на контакты получаете ответ а когда вы начинаете бороться что-то отстаивать доказывать говорить кому-то да но у вас как раз и включается эго и этот канал вы не слышите вы его сами себе перекрываете что стоит учесть вот что вам стоит учесть помните что когда вы уходите в какое-то бездействие да вы когда погружаетесь иногда у вас может могут быть такие моменты когда вы погружаетесь себя вы пропускаете жизнь мимо себя когда вы уходите в какие-то иллюзии огорчения сожаления то есть это опять-таки то проявление до эго который я говорил только она уже не вовне она внутри вас когда у вас какое-то апатическое состояние да когда вам что-то вас что-то не устраивает опять ваша энергия они понижаются и вот в этот момент вы в своих расстроенных каких-то чувствах вы пропускаете жизнь мимо себя то есть вы не замечаете какие-то моменты я не знаю радость других людей своих близких да что они говорят вы как-то вот погружены в себя и тем самым вот на знаете мне здесь показывают как яблоко гнилой да вот когда у вас плохое настроение вы образно вспоминаете как яблоко которое начинает гнить и вот когда это яблоко начинает гнить на нее приходят все незваные гости в контексте всяких червей и мошек и так далее и так далее и яблоко уже теряет вот свою форму да свой смысл вот вы примерно становитесь тем человеком то есть яблоко оно должно нанесет какую-то функцию да допустим кому-то нравится глаз радовать а кому-то вкус и вы должны быть как это яблоко постоянно сочные постоянно вот эти вот красочные наполненные жизнью для того чтобы у вас замечали а когда вы тухлый вас замечают нить и не те товарищи до которые вы хотели бы привлечь внимание то есть вот здесь вот что-то такое плюс ко всему вам нужно учесть что проблема ваших всех вот этих эмоциональных перепадов негодование она связана с вашими инстинктами и вам нужно научиться договариваться с ними да со своими гормонами и понимать как все устроено для того чтобы укротить вот эти вот инстинкты и идти уже по жизни создавая то что вы хотите то есть не быть зависимыми от своих эмоций наоборот управлять своими эмоциями да то есть вам здесь нужно не бояться идти в будущее просто нужно научиться управлять своими инстинктами здесь вот как раз таки в аркане силы да говорят о важности осили мощи когда ты становишься как этот слугой слугой другим людям почему потому что не воюешь с ними да а именно служишь служишь другим людям но не человеку конкретному какому туда а именно тем высшим силам которые проявляют себя через другого человека здесь очень какие-то знаете высокодуховные понятия по второй позиции но видимо вы проходили какие-то обучения и здесь вот момент того что вы замечаете в других людях то есть если взять с точки зрения до духовности в зависимости от того кого вы замечаете в другом человеке если вы замечаете врага то возникает вопрос а где то к чему вы стремились на с высшими силами где тот бог тот творец который которого ты должен видеть в каждом на как в природе так и в других людях и порой оскорбляя обижая какого-то другого человека это твое взаимодействие с высшими силами потому что у вас запрос я говорю так потому что у вас запрос был такой и вот вы вам пришел вот этот ответ что творец он во всем как в людях так в природе в животных и во всем и твое отношение взаимодействие да с миром с людьми это твое взаимодействие именно с творцом и когда ты проявляешь свой эгоизм а он у тебя очень ярко выражен да то ты по сути взаимодействуешь с творцом оскорбляя его да то есть ты не человека оскорбляешь а ты оскорбляешь ту силу которая есть как источник и вот здесь я не знаю почему вам это все говорится да для того чтобы не знаю может быть обиды которые у вас появляются это проявление тоже эгоизма почему вы обижаетесь на кого вы обижаете то есть как будто бы здесь идет напоминание да то есть что нужно учесть как напоминание твоя реакция она обращена на кого да то есть помни что то на кого ты реагируешь ты реагируешь на творца в другой форме в той которой тебе предстоит да что на самом деле здесь по отшельнику да как только ты научишься наполняться как только ты научишься видеть вот свое вот это вот изобилие богатства ты перестаешь быть просящимся просящим у других да то есть нуждающимся здесь по отшельнику очень красивая такая карта когда видите старец он несет вот эту вот тарелку миску чашку как будто бы просит у других людей и смысл этого аркана заключается в том что напомни сам себя и тогда ты перестанешь нуждаться да и просить и быть вот этим нищим до которые просят помощи у других людей почему потому что вы просили связь с высшими силами и вам дали вот эту вот помощь свыше там надо просить откуда вы хотели только почему-то когда вы находитесь в расслабленном состоянии да в тех медитациях молитвах практика вы это помните а как только начинаете взаимодействовать с людьми вы это забываете и вот здесь вот обращает ваше внимание на то что разницы абсолютно никакой нет если ты выбираешь этот путь духовности то иди пожалуйста по нему и при взаимодействии с людьми а не то чтобы я кошечек собачек люблю а как только дохожу до людей здесь у меня проблемы здесь у меня какое-то неприятие то есть вот это как раз и есть проявление эгоизма да когда у нас идет вот это вот отторжение да когда мы начинаем оценивать вот это хорошо а это плохо это да а это нет то есть если вы идете путем высоко высокодуховности а то все есть творец вот и относитесь пожалуйста к этому вот с такой точки зрения вот как то здесь вот так что-то я здесь увидела такое слишком сверх сверх не совсем понятное и знакомое для людей в материальном мире да то есть это вот как раз таки одухотворение материи здесь путь я не знаю как для чего выбрали но вы выбрали путь одухотворения материи то есть именно при внесении света в материю так сколько там времени с вами переходим позиции номер три зелененькому камешку и посмотрим что вы сейчас завершаете вы завершаете этап какого-то знаете безвыходного положения в котором вы находились причем это это эта ситуация связана каким-то образом с конкретным человеком да вы как будто бы не могли разрешить свои разногласия с ним это человек он он каким-то образом должен был вам помочь в чем-то в своей какой-то ситуации в той которой вы оказались но он не был способен это сделать по причине того что у него были какие-то другие факторы которые его сдерживали какие-то болезненные ситуации здесь вы завершаете привязки так ощущение что двойки в тройке перекачали появились новые энергии в двойке тройки они как будто бы из двойки пришли здесь были знаете какие-то привязки связи непосредственно связанные с каким-то человеком врагом не врагом отношений не знаю это может быть кто угодно но здесь какой-то конкретный человек которому вы были привязаны если нету конкретного человека значит возможно это будет какая-то ситуация которой вы были привязаны вы не могли найти выход из этой ситуации что-то сковывало что-то вас сдерживало здесь вы хотели пойти в новое хотели что-то как у то знаете научиться то есть если это не человек здесь два варианта может быть либо это может быть человек с которым вы хотели найти решение как можно дальше возможно развивать отношения то есть здесь в дальнейшее какое-то развитие действий должно было быть если это не человек то это какая-то ситуация из которой вы хотели найти выход таким образом чтобы применить все свои знания весь свой опыт и как-то вот выбраться из этих оков которые вас сдерживали здесь были какие-то ограничивающие факторы вам не хватало какой-то вот информации каких-то знаний да вы были вовлечены в этот процесс но он как-то вот очень медленно развивался причем эта ситуация уже долгое время шло из прошлого она очень сильно на вас влияла забирал очень много энергии и вот здесь вот этот вот этап какой-то вы завершаете либо это взаимоотношение с другим человеком либо какая-то ситуация из прошлого которая очень долго длилась и она приходит к завершению вы давно хотели ее решить она приходит к завершению что благодаря этому придет вашу жизнь то есть если все завершится либо решится ситуация с человеком что придет я вам скажу что должно прийти не то что придет должно прийти внутреннее ваше какое-то перемирие дело в том что внешне это выражается как какое-то несогласие неумение договориться неумение решить задачу либо с человеком либо решить какую-то ситуацию а внутри это выражается как борьба борьба внутри себя вы как будто бы не можете найти перемирие две части ваши они борются и вы не знаете какую выбрать и та и другая имеет место быть и она очень цена и поэтому эта ситуация разворачивается вовне то есть то что вы видите вовне не можете решить это по сути отражение того что внутри вас идет какая-то борьба и вы не можете определиться с каким выбором то есть на какой стороне вы находитесь на одной либо на другой и как в идеале эти вот две стороны знаете как будто бы нету какого внутреннего принятия себя в чем-то есть две части я не говорю о том что они противоположны они могут быть разнозначными то есть это не значит что одна белая другая черная она может быть красная другая может быть фиолетовая оранжевая неважно но это разные части вы их не можете между собой примирить и как следствие это проявление вовне оно вам как раз таки и показывает то что нету дальнейшего взаимодействия потому что внутри себя не не приняли вот благодаря этому должно прийти вот это вот принятие есть у вас здесь какая-то скорбь переживания да я не могу принять здесь чувство как будто бы есть какая-то внутренняя дыра прицел темная бездна внутри вас и вы в эту вот дыру в ней находится ваше решение в ваш ключ то есть ваше примирение но вы этого как будто бы не видите и хотите эту дырку заткнуть чем-то знаете вот какой-то и вреде блин как же называется не могу сейчас перевести неважно как чем-то каким-то заменителем да вот фейковым чем-то и вот вам говорят что не нужно попробуйте попасть в эту в эту черную дуру да вот в эту вот пропасть которая есть внутри вас то есть не убегайте от нее да не старайтесь чем-то заменить что-то заменить чем-то то есть если есть какая-то горечь если есть какая-то какое-то сожаление не убегайте от этого а наоборот примите погрузитесь туда прям вот ощутите по полной вы выйдете сильнее вы выйдете мудрее вы выйдете более наполненный а здесь вы чувство когда я что-то в себе не могу примирить допустим у меня переживание волнение я не могу успокоиться и я нахожу какие-то замещения вовне например может быть в еде да то есть я не могу покрыть вот эту вот дыру свою какую-то потребность и у меня во внешнем мире появляются аддикции то есть появляются какие-то привязки я начинаю привязываться к чему-то но по сути вот это вот нерешенная задача внутри вас она очень глубока вы не можете найти какой-то вот гармоничное взаимодействие вы как будто бы знаете вас бросает в крайности вы стремитесь как будто бы знаете здесь карты показывают что вот это примирение вам нужно найти какую-то золотую середину да то есть сложно принять что-то одно это как любовь матери к детям да нельзя сказать что вот мать любит вот этого ребенка больше чем какого-то другого она любит и всех любят по-разному и внешне это может казаться как будто бы она выбирает и любит кого-то одного на самом деле она любит разными способами каждого ребенка в зависимости от его характера вот здесь вот примерно то же самое здесь идет какая-то ваша внутренняя борьба с крайностями вас периодически бросает либо в одну сторону либо в какую-то светлую либо наоборот вы падаете на самое дно и то и другое для вас не является идеальным то есть как в мифологии до прайкара который не взирая на предостережение своего отца дедала который ему сказал что взлетишь высоко к небу воск растопится и ты упадешь в море если ты будешь лететь очень низко над морем то капли воды от волн они попадут на твои перья и также промокнут и при влаге ты не сможешь залететь то есть и то и другое является крайности и здесь нужно найти но такой вот самый оптимальный для себя выход а вас бросает вас бросает потому что вы не можете вот найти вот это вот примирение его что благодаря этому придет если вы примете вот эти вот части в себе принять и означает их проживание полностью то есть если это горе не убегать от него проживите вот прямо найти для того момента чтобы вам было вот в кайф в удовольствие того чтобы горюйте вот это вот есть знаете вот полное принятие не убегайте от своих эмоций что то есть у вас очень такое вот это вот без на которая вас money тянет и она не дает вам двигаться дальше то есть внешне вы как будто бы хотите решить какую-то задачу решение его нет хотите договориться с каким-то человеком очень важным значимым для вас а вы не можете почему потому что внутри себя нету этого перемирия и внешняя ситуация она зеркалит внутреннее состояние и вы можете повлиять на внешний мир только через внутреннее свое состояние вот что придет благодаря этому я могу сказать по крайней мере что вам нужно стремиться к принятию к примирению вот этих вот своих каких-то двух аспектов что изменилось в вас вы как будто бы знаете стали серьезнее так скажу не жестче я не хочу сказать жестче а вот как-то серьезнее вы научились обозначивать свои границы вы уже научились обозначивать свою цель вы уже не идете как-то знаете на поводу вселенной и колеса то есть туда куда вас закрутит нет а вы уже четко обозначили для себя какую-то конкретную цель и вы идете в этом направлении то есть не вами управляет судьба вы уже стараетесь как-то быть сконцентрированным именно на том что вы хотите и причем знаете вот то что вы хотите вы как будто бы это оберегаете выстраиваете границы защищаете так знаете самоотверженно да моё не подходи это самое дорогое что у меня есть вот здесь вы как будто бы повзрослели понимаете повзрослеть то повзрослели но здесь выпадают великие арканы очень важный какой-то урок был вашей жизни когда вам показывали проявление вашего эго знаете причем показывали его через известную всем фразу не создай себе кумира то этот кумир может быть либо какой-то человек для вас либо вы сам сам для себя то есть когда только вы начинаете с на чем-то начинали на чем-то возвышаться да это знаете вы чувство вот теперь я научился сейчас я вам все расскажу либо вот я это понял сейчас вот что-то будет вот эти вот моменты когда знаете какой-то вот нарциссическое внутреннее самовосхищение себя каждый раз когда она появлялась у вас у вас как будто бы происходили разрушения да во первых вы то есть ваше внутреннее разрушение она во внешнем проявляла что вас забирали то чем вы восхищались то чем вы дорожили но на самом деле это вот вот в вашем случае вот все что происходит во внешнем мире это как будто бы знаете какая-то виртуальная игра которая отображает внутренние процессы происходящие очень ярко и активно внутри вас а поскольку вы не можете глаза свои обратить вовнутрь и увидишь что происходит и не всегда мы это осознаем вот вам вот эта вот игра знаете проекции она вам а вот подсвечивает вот эти вот ситуации что есть внутри вас да вот те моменты когда у вас проскальзывает вот эти вот мысли восхищения какой я молодец но они идут как-то вы знаете разрушающие есть моменты когда мы сами себя хвалим да я молодец я поработал но это какое-то вы знаете такое не то чтобы скромное выражение а ровное отношение понимаете в этих словах нету какого-то апофеоза то есть нет каких-то вот в возвышенных таких вот надменных горделивых но так вибрации а вот у вас есть когда вот вы как-то внутри прям может быть какая-то доля секунды прям есть это понимаете ну чтобы постоянно буду когда доля секунды какой я молодец вишь я смог а ты нет и вот в этот момент как будто бы вас сразу наказывают и сразу это показывает во внешнем мире вот вас учили некое такое не знаю как по-русски называется это слово блин по-гречески крутится не то чтобы скромность а ну может она скромностью называется не помню сейчас как называется это слово когда знаете вы себя и не принижаете и вы себя не завышаете вы четко знаете оценку а самому себе то есть мы не принижаем чтобы нас похвалили и не завышает до чтобы получить опять-таки само подтверждение да то есть вот это вот проявление гордыни а есть какое-то слово не помню как она называется вот какой-то вот такой скромности да и вот это вот внутри вас поменялось да по крайней мере вас ведут к этому да то есть вы четко уже начинаете выстраивать свои границы того что вы хотите бережете но при этом вот уже как будто вы знаете не манифестируете так что вот я крутой до чтобы вас не отобрали здесь может быть даже какой-то вот страх появляется да здесь вот то что я краски говорю о каких-то таких ценностях причем то что вы дорожили то чем вы дорожили вы прям возводили на предистала это да возможно здесь человек какой-то вот вы прям восхваляли блин как мне повезло допустим какой у меня там крутой муж партнеры либо еще что-то проект еще я не знаю что может быть и у вас это забирали да то есть постоянно понимаете вас как будто бы делали сильнее через утрату да что вы не привязывались вот у вас то что я и говорила самом начале до что у вас завершается вот эти вот процессы привязки и вам вас лишали от того чтобы вы осознали вот этот вот момент привязок откуда он у вас появляется а он появляется у вас от внутреннего недостатка есть какая-то потребность вы ее не можете покрыть и вы эту потребность покрываете через какую-то ситуацию через какого-то человека и вы привязываетесь вы хотите получать вновь и вновь вас получается зависимость когда у вас этого нет и причина заключалась в том что вы просто не хотели опуститься вот на ту в ту бездну в тот дно что есть внутри вас чтобы примирить какие-то ваши части нету примирения нету спокойствие нету проживания дыра существует и вы периодически создаете какую-то зависимость а эта зависимость она порождает другие наши качества до эгоистические и мусуль усложняем сами себе жизнь вот какие то вот такие вот уроки и а сейчас что изменилось вас пришло это понимание что стоит учесть что вам стоит учесть что знаете у вас как будто бы книга пишется заново у вас книга пишется заново и в этой книге вы будете описывать как раз таки метафорично книга пишется заново да то есть жизнь продолжается и вы благодаря вот этим вот своим навыкам вы как будто бы своему опыту да вы сможете передать своим потомкам до впоследствии вот эти все знания но если мы говорим о том что нам нужно все-таки учесть возможно нам нужно учесть опыт тех кто уже проходил аналогичный путь на возможно это наши родители возможно какие-то авторитетные для нас люди когда мы не желая прислушиваться до к чему-либо опыту закрывали на это глаза здесь не чувство такое что пришло время уже приглядываться присматриваться не обязательно перенимать опыт другого человека хотя бы прислушиваться к тому как он либо присматриваться к тому как этот человек проходил аналогичный ваш путь вы как будто бы время себе экономить сюда здесь про это на семью вам нужно обратить внимание здесь вот скорее всего больше отношения были привязки к какому-то человеку скорее всего не 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 к ситуации потому что выпадает двойка кубков и десятка педагог как карта семейная как карта наследие до передавания переда знания опыта из поколения в поколение о какой-то гармонии то есть вам скорее всего здесь нужно вам обратить внимание как как создать да вот это вот гармонию внутри вас да то есть обратить внимание на то как можно примирить какие способы есть примирить внутри себя вот эти две энергии до отдающий и принимающий видимо у вас идет перекос на то что вы отдаете а принимать то не получается и вот здесь вот нужно понять что у вас цикл завершился и новый который начнется будьте в гармонии да будьте в том что любовь появляется вот здесь двойки кубков в этой колоде говорится о том что любовь появляется тогда когда вы начинаете взаимодействовать с другим человеком когда его что-то отдаете а он принимает а потом это меняется вы принимаете и он дает и вот именно при взаимодействии с другим человеком рождается вот это вот нечто прекрасное нечто красивое и ну то что называем любовью да только вот здесь в данном случае человек он не вовне а это вы сами да вы самим собой где в какие моменты вы умеете принимать а где нет что вы принимаете а что нет а почему вы это принимаете а где наоборот отдаете вот здесь вот этот вот баланс вот этот вот баланс постоянное постоянное движение внутри вас вот на это вам нужно обращать внимание вот еще одна двойка выпала да то есть постоянно какой-то выбор что жизнь игра что постоянно есть движение если вы находитесь на дне будет момент когда вы всплывете но пока вы боретесь вы постоянно находитесь самом не у вас нету возможности всплыть на поверхность то есть нету вот этого штиля почему потому что внутри есть вот этот вот ураган примите его до проживите не бойтесь здесь есть страх не бойтесь проживать это и вас отпустит и наступит но будет непостоянный это вот эта жизнь знаете здесь как вены до пульсирующие когда кровь двигается по венам где-то в каких-то моментах сосуды сжимаются вены а в каких-то разжимаются и у нас получается вот это вот волна да и тем самым у нас идет продвижение она не идет ровно да то есть вена они неровные они точно так же под биением сердца на сжатие и рожать и то есть принятие и отдача и вот такая вот волна вот вам нужно войти вот в эту волну и знаете здесь как этот как серф научиться быть на гребне волны играть играючи подходить к этому вот что вам нужно учесть на что все есть постоянное движение надо словить надо словить вот этот вот знаете поток здесь меня какая-то мелодия знаете вам нужно словить какую-то определенную ноту и на этой ноте как-то очень аккуратно вписаться в общую мелодию как будто бы тон надо словить понимаете вы ощущение того что вы в тон не можете попасть самой мелодия непосредственно да вы как будто бы фальшивить и либо выше берете либо ниже берете а вам надо словить вот этот вот тон не знаю почему мне это горит может быть меня слушать людей с музыкальным образованием не знаю что ты здесь на что вам нужно обратить внимание вам нужно обратить внимание знаете на 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 какие-то вселенские законы что все по факту идет достаточно справедливо то есть смотрите когда вы идете от ума когда вы с ограниченными в материи формах начинаете свое существование она изначально уже ограничены вы выбираете какой-то определенный вектор но может быть не созвучен в контексте каких-то вот более возвышенных до законов мироздания то есть когда вы решаете от ума вы всегда проигрываете когда вы находитесь в потоке в доверии вы не проиграете почему потому что вас вынесет туда куда возможно вам и неизвестно да но вам туда нужно будет вот здесь вот как-то знаете научитесь играть с любовью не не выиграй любви а именно как бы так сказать вот здесь идет любовь и танец на танец это продоверие партнерский танец как в танго когда один ведет до когда партнер ведет а вы ему доверяетесь идете за ним вы можете не знаете движение но если вы доверитесь вы будете его ощущать и через а ощущение движение партнера вы будете в унисон ему правильно нужное место ставить ноги даже не зная танцы даже не знаю движение просто потому что вы доверяете и вот это вот доверие знаете есть может быть какая-то такая вещь не знаю как она называется да обычно в офисах есть такая железочка да на ней висят вот четыре металлических шара и сначала когда я запускаешь они вроде бы начинает в унисон да все двигаться в направлении потом через какое время есть начинаешь наблюдать каждое движение идет хаотично они как будто будут от ударяется друг об друга идут в разные стороны кто-то налил кто-то направо но потом через какое-то время опять происходит синхронизация вот про эту синхронизацию я и говорю вот вам нужно обратить внимание на эту синхронизацию синхронизироваться законами мироздания не с теми что есть у нас на земле да что есть справедливо что несправедливо на земле нету справедливости а именно более высоких божественных до законов в дать вам нужно научиться быть в синхроне и вот любовь вам в этом поможет здесь знаете присутствует такая некая хитрость то есть во всем раскладе есть некая борьба просто это не потому что я повторяюсь обычно надо пишут комментарии что вы про одно и то же говорите ему солите просто карты показывают один и тот же сценарий разными словами и вот здесь вот борьба которая происходит и хитрость по семерке мечей в данной колоде она говорит о том что вам понимаете вам неинтересно бороться с человеком который ниже вас допустим по уровню по статусу да когда задача более проще вот вы не будете ощущать себя победителем потому что изначально силы неравны да вы уже выигрыши а с другой стороны когда ваш оппонент ваш партнер он выше вас он больше вас и вы сразу же понимаете да что вы проиграете потому что опять-таки силы неравны но уже в другую сторону и вот здесь вам что говорят нужно применить в семерке мечей здесь говорят о том что вам нужно применить хитрость да для того чтобы победить а ну для того чтобы видеть вам нужно найти равного себе партнера здесь вот эта вот карта эти здесь человек маленький а тот кто к нему приходит гигант ну вот здесь вот маленький человек он за пазухой за спиной держит меч на чтобы как-то его обыграть но изначально как-то можешь обыграть гиганта силы неравные и вот здесь вот как раз таки то что я говорила о танце да на что нужно обратить внимание на равенство то есть весь расклад он говорит как раз таки о том что есть вот этот вот дисбаланс есть крайности крайности эти крайности они вам мешают как будто бы вам нужно найти золотую середину а вы ее не можете найти почему потому что вы какую-то побежите от правды вы как будто бы бежите с одной стороны вы хотите узнать как это быть в середине золотой середине а с другой стороны вы от этого бежите почему потому что потому что непосредственно то что вас выбрасывает да вот эта вот борьба она дает вам ощущение жизни она это вашем понятии дана дает вам ощущение того что вот вы вы живой потому что вы боретесь да вы что-то совершаете какие-то действия то есть я действую значит я живу вот есть здесь такое убеждение а вам говорят а вы уже устали отдохните да то есть все что нужно было сделать вы уже сделали да нужно научиться доверять нужно научиться иначе вот вас вас жизнь она будет выводить совершенно на другой этап другое русло причем очень интересно в этой колоде семерка кубков говорит о том что здесь человек закрыл глаза видите и кубок держит здесь семерка кубков говорит о выборе что всегда насколько бы вы не ощущали себя наполненными до знающими ведущими да всегда вам судьба будет подбрасывать что-то такое новое да и вам нужно будет этому новому все время открываться доверять то есть он закрывает глаза прислушиваясь к себе всегда есть какая-то потребность да причем новая которую тебе будет хотеться покрыть и именно вот через эту новую потребность тебя будет вывозить на новый уровень и поэтому вот этот вот баланс золотой середины с одной стороны вам кажется что если я буду спокойно ровно размеренной жизни происходит мне будет скучно и поэтому вы придумываете себе вот эти вот всевозможные качели а с другой стороны вам говорят нет это новый этап это новый виток когда скучно не будет сто процентов всегда тебе будет даваться что-то новое что поможет тебе развиваться но только это новое не ты уже будешь выбирать а потому что когда ты выбираешь ты говоришь это я уже знаю это я уже попробовал это я уже понимаю ну то есть выбора то в принципе нет и не развиваешься ты крустишься в одной и той же сфере а вот когда ты находишься в доверии ты прислушиваешься и тебе не надо тогда выбирать почему потому что за тебя твое тело твоя душа твое сердце она уже выбирает она тебя подбрасывает просто тебя направляет туда куда тебе нужно идти понимаете не надо выбирать то есть выбор уже сделан и это с одной стороны вам облегчает потому что когда за вас сделан выбор вы просто идете соответствуете ему следуете за ним да вот в этой синхронии и вы получается намного больше нежели вы бы выбирали потому что когда вы выбираете вы выбираете то что уже вам известно а судьба вам подбрасывает то чего вы не знаете прям вот на это нужно обращать внимание на здесь король мечей и здесь как раз таки вот именно вот этот новый способ к чему вообще почему вам это все дают почему у вас готовят к этому к тому чтобы вы научились это проживать и потом вы будете передавать эти знания другим людям вы будете вести за собой людей вот этот вот весь опыт то о чем я рассказывала если вы сможете его решить если сможете найти ключи если вы услышали и будете это применять будете это делать сделайте это своим собственным опытом в конечном итоге вы будете вести за собой людей и вот к этому вас ведут на главное чтобы вы долго не раздумывали над этим почему потому что вы потеряете интерес и не сможете прийти туда куда вас ведут а придут введут вас к тузу кубков к любви к наполненности к эмоциональному состоянию когда ну полная чаша всего и ваша душа самое главное она наполнена она успокоена вот такая вот у меня была третья позиция очень интересная разные разные так интересно разные энергии я не знаю как это описать на состоянии абсолютно такие знаете разные то меня вверх бросает у права ту влево такое ощущение что абсолютно разные люди до разных энергий разных возрастов опыта и вот считывая вот этот вот энергетику да для каждого из вас я понимаю насколько вы ну вообще не похожи друг на друга может быть есть что-то что вас связывает до желание познать себя желание как-то двигаться развиваться но опыт абсолютно разный абсолютно разным потому что энергии абсолютно разные вот такой у нас был с вами сегодня расклад я благодарю вас за внимание вы можете ставить свои лайки и дизлайки да знак благодарности вот напоминаю еще раз что я не читаю комментарии но если у вас есть что-то важное что-то очень интересное вы хотите мне предложить поделиться своим сайтом своем пониманием в разделе сообщества под последний постом вы можете оставлять свои комментарии либо написать мне на почту или в директ в инстаграм мои контакты есть в описании к любому моему ролику а я с вами прощаюсь до новых раскладов пока пока